Завершил нападение на Максима и скачкул с целью заболевания чужого мучения. В процессе разбора нападения подсудили между тем, потерпевшим применением насилия и опасных для жизни и здоровья, подсудим демонстрации направлено на них пригодного для использования определенного безопасного бестырного оружия, что с учетом сложившейся оправданки не вызывает у себя сомнений в реальности и действительности для другого. Кроме того, последующие действия жутко по причинению потерпевшим Максиму тяжкого для здоровья и лишениям жизни, то есть по применению при разборе насилия и опасных для жизни и здоровья является тому подтверждением. Совершая идеально и посредственно направлено на причине смерти Максиму, производя инвестиционного оружия литинского расстояния, выстрел вместо расслабления вредного органа человека, подсудимый собрал общественно опасные свои действия, в виде наступления общественно опасных последствий вне смерти и желания наступления, то есть беспосредственного умысла на убийство. С учетом приходит то, что и жутко, что только в действии принял мунистов по лишению жизни скачкова, совершив все необходимые достаточные действия для выполнения объективных странных убийств. Вместе с тем, преступный результат перед смертью этого потерпевшего не наступил, по независимым подсудимым обстоятельствам, безвосечки оружия, из которого выходит выстрел, а также благодаря активному сотруднику потерпевшего, если временно приинтегировал задержание подсудимого. Судом проверено согласно заключению комплексной облаторной службы, психолога и психологической статизм действия Жукова во время интеллекта были последовательными, целенаправленными, при использовании потребления этого сознания, времени и консульмации. В настоящее время Жуков в хроническом и психическом расстройстве не страдает, но и в полдоме осознает фактический характер общественной опасности своих действий, либо подводить к ним. Жуков Антон Владимирович, признать виновным, с совершением преступлений, предсмотрим частью 1 статьи 2.22, пунктом В, частью 4 статьи 162, пунктом З, частью 2 статьи 105, частью 3 статьи 30, пунктом АЗ, частью 2 статьи 105 УК России, означает, что мы наказаем. По части 1 статьи 32 УК России, с применением части 1 статьи 162 УК России, в виде решения свободы сроком на облик. По пункту В, частью 4 статьи 162 УК России, с применением части 1 статьи 162 УК России, в виде решения свободы сроком на 9 лет. По пункту З, частью 2 статьи 105 УК России, в виде решения свободы сроком на 16 лет, в отличие от свободы сроком на 1 до 6 месяцев. По части 3 статьи 30, пунктом АЗ, частью 2 статьи 105 УК России, с применением части 3 статьи 66 УК России, в виде решения свободы сроком на 11 лет, с ограничением свободы сроком на один год. В соответствии с частью, третья статья 6.0 РУК России путем в частичном сложении назначенных наказаний окончательно по свободности преступления назначил Жукову Антону Владимировичу 18 лет лишения свободы с ограничением свободы с правительной коронавией строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года, в течение которого, бездать Жукова, не выезжать за поделок в территории муниципального образования, где судьбе он будет поживать после ограничения свободы и не измерять место лица перед убиванием без согласия специализированного государственного органа осуществляющего назор отбывания суджерного наказания в виде ограничения свободы, являться указанным специализированным государственным органом в регистрации два раза в месяц.